И вот 3 ноября меня приглашали на встречу на 30-летие выпуска 87-го года. Ну, все было, как всегда, душевно. Ну, и это повод вспомнить курсантскую тематику, которой, в общем-то, не очень многое удивляю вниманием. А в тот день, когда мы улетали кто-куда, как птенцы из гнезда до конца, еще не понимали то, что это теперь навсегда до конца, еще не осознали то, что это теперь навсегда. Вместе съели немало мы соли понапрасну судьбу не твиня. Ах, как рвались, как рвались на волю, ах, как ждали последнего дня. И пришел он, и грех обижаться, праздник все целиком оплатил. Только жаль вот, что вместе собраться нам теперь невозможно почти. Только жаль вот, все мы вместе собраться нам теперь невозможно почти. На себя и судьбу не пеняем, стало все-таки. И явью мечта, и друг друга порою встречаем в самых разных аэропортах. Время дни, как страницы листает, дарит новых друзей, но опять мужики. Как мне вас не хватает, как хотел бы, всех вас повидать, мужики. Как мне вас не хватает, как хотел бы, всех вас повидать, автор-птеней. Когда мы улетали кто куда, как птенцы из гнезда до конца, Еще не понимали то, что это теперь навсегда до конца, Еще не осознали то, что это теперь навсегда. А дальше, в общем-то, как все это дело начиналось. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь, Штурвал берет другой пилот, а ты об этом веришь, мечтаешь. И если видишь новый взлет, про все на свете забываешь. И в небе каждый самолет по долгу взглядом провожаешь. Твоя любовь, твоя мечта, убрав шасси, уходит в небо. И мало слова, красота, и ничего прекрасней нету. Ход времени неумолим, наступит день, взрывут турбины. Я тревелся от земли, тебе послушная машина. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь, И держит курс другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Еще летит твой самолет, куда ты сам пока не знаешь. Спасибо. Сейчас можно даже разжигать. Сайт стик берет другой пилот, а ты об этом лишь мечтаешь. Ну и следующая песня тоже. Тут несколько песен подряд будут из курсантской жизни. В общем, песня шуточная, но как это, с долей шутки. Еще не орали команду отбой, и вроде никто не ложился. Я под одеяло залез с головой, и даже подушкой нагрылся. Лежал я в надежде, что скоро уснул, от жизни нелегкой чуть-чуть отдохнул. Но в комнату черт притащил старшину, и дерзкий мой план провалился. Я думаю, к нам он случайно зашел, в надежде покушать, пожалуй. И пристальным взглядом обшарил весь стол, но там ничего не лежало. А я притаился, как мертвый лежал, а он где-то лазил и чем-то стучал. Он что-то искал или просто гулял, невидный из-под океала. Лежал я и думал, когда же он уйдет, но только он не собирался. Кому-то он вдруг рассказал анекдот, и сам очень долго смеялся. Потом он к кровати моей подошел, меня под подушкой быстро нашел. И глянул так грозно, как горный орел, я даже чуть-чуть испугался. Битовикный, ах ты, летит твою мать, ты все и так рано отбил-то. Он мне предложил в туалете убрать, естественно, я согласился. Когда я уснул, то приснилось мне, что меня старшиной назначают. И лычки снимают с того, кто меня битовестно так вне дарит. Вот если б так было, вот было бы ему, я счеты бы свел с ним моментом. Это не аэропорт, а рисовать ни к чему, он сам бы забрал документы. Я в октябре был в Алматы, так непривычно, всю жизнь была Алматы, а сейчас Алматы. И в гостях у моего однокурсника Эрика Казбагарова, он меня приглашал на первый самостоятельный вылет в качестве командира Эбраера, его сына Дениса. Ну и, в общем, я уже второй раз у него был. В прошлом году, в мае, он мне организовал концерт в аэропорту, в ДК в аэропорту. В этом году он тоже, ну помимо этого мероприятия, еще один концерт был. Ну и, когда мы у него в гостях сидим дома, он меня все время просил спеть песню «Первый поцелуй». Я ее написал, написал неправильно, сочинил где-то, наверное, не помню, на первом или на втором курсе, но очень давно. Вот, и, в общем, я ее почти не пел, потому что она такая, ну, такая лирическая. Мне жена говорит, ну, это вот для женщин хорошо. А вот, а потом, когда я ее все-таки дома вспомнил, ее так реанимировал, выложил ВКонтакте, и другой, значит, мой однокурсник Юра Василенко, мы в прошлый раз на месте спели песню «Хочется домой», он капитан Аэробаса 330-го. И мне, в общем-то, так удивительно, что такие вот суровые, а только что не челябинские мужики, такие монстры, да? А вот, и вот они просят эту песню, она им нравится. Ну, я думаю, раз я ее реанимировал-то, и вам сейчас спою, может, тоже кому-то понравится. Так я еще не спел. Вы помните свой первый поцелуй? Конечно же, ну, как его забудешь? Его тепло годами не остудишь, Не заколдуешь, сколько не колдуй. Вы помните свой первый поцелуй? Вы помните внезапность тишины И робость осторожного движения, И силу неземного притяжения, И все слова, что были не нужны. Вы помните внезапность тишины Расстала, осталась в той весне, Далекая, счастливая пора. А кажется, что было все вчера, И кажется, что было все во сне. Далекая, счастливая пора. И времени поток песочных струй, Не властью пусть оно себе струится, И через 20 лет, и через 30, Вы вспомните свой первый поцелуй? Вы вспомните свой первый поцелуй? Музыка АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот эти песни еще не очень люблю петь, потому что у меня так-то голоса никогда не было, а тут еще он с возрастом поцел, поэтому вот эти вот верхние ноты, которые кто-то бы спел там красиво, у меня не получается так. Я потом, когда на видео смотрю со стороны, больше не буду петь. Так что, может быть, даже вам сегодня повезло, что вы его слышали в живую. Ну и следующая история из курсантской жизни. Я вчера попался в самолоке, но неприятный случай, что здесь скажешь? Я ведь не хотел, но тут начальники, как волки, им не объяснишь и не докажешь. Никого обманывать не стану, убегать я даже не пытался. Я ведь уже как-то попадался капитану, и майору тоже попадался. Я же неоднократно попадался капитану, и майору тоже попадался. Но по природе я не нарушитель, и люблю, чтоб все довольны были. Я же подходил к ним, я просил их отпустить, а, но они меня не отпустили. А в нашей жизни часто так бывает, в город нужно просто дозарезу. А меня опять не отпускают, что же делать? И опять через забор полезу. Раз меня опять не отпускают, что же делать? И опять через забор полезу. Сладок плод запретный по причине, по такой. Ходят в самоволку, в самоволку все подряд. Злостный нарушитель ходит, и курсант простой, и даже ленинский стипендиат. Долго объяснять тебе, что толку, ведь давно, наверное, понял сам ты. Если не бывал ты в самоволке, это значит, значит, просто не был ты курсантом. Если не бывал ты в самоволке, все понятно, значит, просто не был ты курсантом. Спасибо. Ну, кстати, мой инструктор Владимир Васильевич Мозговой, про которого песня про инструктора, вот он сказал, а я вот как-то курсантом был, я ни разу в самоволке не был. Так что, ну, значит, это как раз то самое исключение, которое подчеркивает правила. Вот, следующая песня тоже связана с ноябрем. Ну, надо сказать, в Новосибирске я приехал, у нас тоже сегодня там минус 3-5, как в Москве. У нас уже давно снег, у нас уже даже лед, я уже даже на рыбалке был, на льду. А тут вот еще, это, снег-то волос, это Хамси-Камсады, ну, вот. Ну, вот, песня, в общем, ориентирована на Новосибирске. Называется она «Старый троман». «Старый троман» По ноябрю, не торопливо, катится он, как-то лениво, Словно снеги, красный на белом, старый трамвай, странное дело. Я ведь уже видел когда-то этот сюжет, Только куда-то все внеслось в памяти лишь слова. Не оставляй меня, не отпускай меня, Не забывай меня, сердцем храня. Не покидай меня, не прогоняй меня, Не потеряй меня, не потеряй меня. Старый маршрут, с детства знакомый, Только теперь все по-кругому. Время, увы, не умолило. Старый трамвай, катится мимо. Нашу любовь мы позабыли, Может быть, мы и не любили, Но почему в памяти всплыли слова? Не отпускай меня, Не оставляй меня, Не забывай меня, Сердцем храня. Не покидай меня, Не прогоняй меня, Не потеряй меня, Не потеряй. Не подпускай меня, Не отпускай меня, Не оставляй меня, Не забывай меня, Сердцем храняй, не покидай меня, не прогоняй меня, не потеряй меня, не потеряй меня, не потеряй меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Тоже давно не пел песню про Богу Руслану. Когда мне сообщили, поверил я не сразу, не, ну надо же везение. И где мой чемодан из третьей эскадрильи, из этого маразма, нашелся ж добрый человек, послал Богу Руслану. Говорят, что этот город красивее любой столицы. Говорят, заткнет за пояс он Венецию. В Веницу говорят, что все мы будем обязательно гордиться тем, что выпало нам счастье там на летчиков учиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Над картой я склонился, но города не вижу, там нет Богу Руслана и нету Богу Льмы. Я слышал это где-то в окрестностях Парижа, или чуть-чуть правее в районе Колымы. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, кормить нас будут в самых лучших ресторанах и роскошной отеле. АПЛОДИСМЕНТЫ Предоставил для жилья и хрустальную посуду, Бани, финские ванны, И купаться в Черном море Каждый день там буду я. АПЛОДИСМЕНТЫ Как жаль, что все не могут, да и мне помог лишь случай, И с завистью понятной друзья на нас глядят. Там женщины прекрасны, как в сказках самых лучших, И все курсантов любят и замуж не хотят. Угостят нас для начала Коньяком и шоколадом И летать мы будем в Лондон, В Дели, в Бирму, в Тегеран, ну скажите только честно. Ну что еще курсанту надо? Нам в Октюбинске хреново Мы хотим в Бога Руслан. А где хрусталь и чешское стекло? Какой-то очень странный ресторан. Куда это оно, братцы, занесло? Вот это вот че, и есть под Русланом. Одиннадцать не тесаных столов, Посуды из железа, боже мой. А после угощения, ну просто нету слов, И сразу очень хочется домой. Где тут отель? Швейцар нам открывай Свои вещички бросить нам куда? А это что, простите, за сарай? Ах, мы здесь будем жить, вот это да. Скажите, а до моря далеко? Да вовсе я над вами не смеюсь, Что добираться будет нелегко. Ну ладно, я и душем перебьюсь. Где женщины, и коньяк, и шоколад. Хоть что-нибудь тут есть? Скажите, да. Чего-чего? Какой еще в наряд? Все ясно, мы попали не туда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ